Приветствую вас. Ну, давайте постараемся ответить на ваш вопрос, на ваш вопрос. Первое. Можно ли простить измену? Вопрос этот напрямую связан с личностью того, кто прощал. То есть, словно говоря, если для одного человека возможно простить измену, то для другого нет. Для другого это сделать невозможно. И наоборот. Поэтому здесь я бы не оперировал бы таким понятием, как можно ли. Я бы оперировал немножко другими понятиями. То есть, могу ли я сейчас это простить или нет. И быть с собой честным. Если я простить сейчас не могу, значит, я не могу простить. Я буду стараться, например, личностно расти и развиваться. Для того, чтобы в будущем, может быть, получить возможность простить это. Это первое. Второе. Измена это всегда, всегда. Вследствие некоторых, ну, как бы, трудностей. Некоторых конфликтов, внутренних, некоторых проблем, внутренних. Я имею ввиду, ну, проблем в семье, проблем между людьми, между партнерами. Вот, 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 и рассматривать в отрыве от этих проблем измену и факт измену, наверное, было бы не совсем честно. То есть, наравне с возможностью лично для, допустим, себя простить или не прощать миром. Ладным вопросом является, понимая ли я, ну, причин, понимая ли я, вот, те, например, ну, те основания, да, которые, вот, привели, грубо говоря, к тому, что это, вот, ну, произошло, к тому, что это случилось и так далее. Потому что, если, например, если, например, вы не понимаете, если вы, например, не понимаете, как так получилось, как так случилось, да, если, например, у вас нет, ну, грубо говоря, нет у вас таких вот, ну, такого. Представление от такого понимания, да, вот, если вы, например, не чувствуете, там, допустим, не знаю, свою ответственность за то, что произошло, за то, что случилось. Не полный мир, конечно, не полный мир, безусловно, но, 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 если вы этого не ощущаете, то вряд ли ситуация будет, ну, как-то разворачиваться в позитивном ключе для вас. Поэтому, наравне с тем, о чем, с тем, о чем я говорил, вот, наравне с этим, крайне важно понимать, какие проблемы, привели к тому, что, ну, вот, между вами, да, происходит, условно говоря, к тому, что, мужчина, мужчина, вот, как вы говорите, изменил. То есть, повторюсь, это не просто так случилось, это не просто так произошло. Вот, у этого есть причин, и вы либо захотите, ну, в них разбираться, либо, либо вы захотите с ними разбираться с этими причинами, или, или нет. Или, после предпочтете, начинал, допустим, сделать мужчину виноватым, да, ну, себя героем, типа, что, вот, я решил сохранить семью, там, начну при этом со своими, там, допустим, почистами, да, я решил не разбираться, вот, ну, то есть, решил, там, грубо говоря, оставить все, как есть, то есть, ну, вот, решила к этому, к этому не прислушиваться, например, ну, например, вот. Такой вариант может быть вполне. Поэтому, эээээ, это, ладно. Следующее, на что хочу обратить ваше внимание. Вы говорите. Если женщина решила сохранить семью, какие шаги она должна для этого сделать? Вы знаете, здесь есть некоторая проблема, а именно она заключается в том, что в этом нет мужчин. То есть в том, что вы говорите, в том, что вы описываете, нет мужчин. А мужчин что решил? Вы не можете обмазать и решить, что хотите сохранить семью. Вы не можете так сделать, чтобы мужчина хотел сохранить семью. Это первое. Второе. Что такое сохранить семью? Что такое сохранить семью? Что это? Это в привязках к социальному статусу и к социальным формам отношений. То есть формально. Схранить семью это формально. не очень понятно, что это между вами, например, и человеком происходит. Вообще. то есть хочу сохранить семью. Звучит не как, например, что там, ну допустим, да, мой муж мне изменил, изменил, да, он мне изменил, но я все давно его люблю, и хотя мне больно, я хочу там, я хочу, к примеру, хочу попытаться отношения сохранить, попытаться понять его, себя, и так далее, вот, понимаете, да, такого нет. Есть тенденции реал сохранить семью, но там нет человека. Вот так. Одна из ключевых особенностей, одна из ключевых особенностей, точнее, заключается в том, что там нет человека. в этом нет человека. В желании сохранить семью нет людей, и, соответственно, вы воспринимаете и себя, и мужчину, как некое средство для сохранения семьи, в этом нет чувства, в этом нет эмоций, в этом нет, как бы, искренности. И здесь мы напрямую подходим, подходим к вашему вопросу, в следующем, последнем вопросу. Какие шаги она должна сделать? Ключевой момент здесь удалось нам, и я не знаю, какие шаги должна женщина сделать. Вам какие шаги хочется делать? Понимаете, как это звучит? Это звучит так, что вы пытаетесь по плану действовать. Это звучит так, что вы пытаетесь действовать как надо в отношениях. А, так отношения не построят. Может быть, поэтому они вас и привели в итоге к измену. Потому что не было в них фронтальности, не было в них искренности и чувственности. Может быть, были какие-то другие еще проблемы. Но сейчас действовать нужно по-другому, хорошо. Это уже один раз привело к измене, да. Но сейчас действовать нужно иначе. Сейчас нужно действовать искренне, быть свободным. И на вот этом основании уже выстраивать отношения. Не на других основаниях. Если вы хотите, то вам действительно важен человек. Поэтому ключевой вопрос, который я хотел бы, чтобы вы себе задали. Важен ли мне муж? Разен ли он мне? Нужен ли он мне? Есть ли у меня к нему теплые чувства? Как я могу их выразить? Конечно, измене это право, безусловно. И от этого нельзя просто взять и обмахнуться. Травму нужно пережить. Прожить. Болеть. Болеть. Несколько. Если хотите. Без этого. Без этого. Без этого. Без этого. Не получится. Жить. Дальше. Вас будет просто. Снова и снова. Возвращать. А в эту болезнь, ну вот, в эту болезнь, ну, скажем так, затеяли. Вот. Понимаете? Так? Что я имею в виду. Вот. Это важно. Поэтому, сперва вам, на мой взгляд, нужно поработать с своими чипами, немножко хотя бы разобраться в себе, немножко хотя бы постараться себя понять, немножко хотя бы понять, чего вам хочется, что вам нужно, дальше уже двигаться в сторону своих желаний, настоящих желаний, а не вот тех, ну того, как мне кажется, сейчас, например, вы себя мучаете, как мне кажется, сейчас вы себя просто выставляете, выжимаете из себя, ну там чуть ли не может быть не на последние силы, да. Мне кажется, это позиция, позиция, мягко, уговорение гуманное по отношению к вам, или по отношению к вашему мужчине. Соответственно, это может повториться, то, что произошло, может повториться и, ну, если вы пытаетесь сохранить отношения ради детей, то, ну, детям, детям, как правило, от таких отношений еще больше вреда, вот, не звучит . Потому что, это постоянные, постоянные недомывки, это, это, постоянно, постоянные взрывы, это очень много контекста, ну, такого, под текст, я бы сказал, вот, про обиды, куда, куда забернишь. Это определенные негации. Поэтому, не думаю, не думаю, не думаю, не думаю, не думаю, я, что все это вы хотите для своих, своих детей. Вот, поэтому, вам бы сейчас проболеть, вот, а как следует, то, что у вас болит, то, что, ну, то, что вы чувствуете, то, что вам тяжело сейчас, вот, дабы лучше себя понимать. А дальше уже решить, как и что делать. Потому что семья, это не дом, который можно разрушить, а потом построить опять. Семья, это результат отношений людей, это форма, но не первая причина. Как мне кажется, кажется, по крайней мере, в моей системе ценностей, это так. В этом все, надеюсь, что помог вам, желаю всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...